так привет они нет в общем тренировочка будет план тренировки примерно такой часть я тебе немного расскажу про стартеры потом мы поиграем где-то часик плюс-минус а потом можешь задать какие-то вопросы если вдруг появятся плюс когда будем играть если какой-то прям срочный вопрос возникает можешь задать если боишься его забыть но лучше конечно сдать в конце потому что воспринимать информацию когда играешь довольно тяжело плюс я записываю тренировку поэтому если что-то расскажу и ты вдруг забудешь либо захочешь пересмотреть переслушать ты сможешь это сделать все понятно как настрой отличный боевой так ну я уже видел примерно очень мало правда как ты играешь расскажу немного про стартеры вообще но я на стримах уже рассказывал довольно много раз но расскажу еще раз стартеры довольно сложная штука и на самом деле большинство стартеров кладутся по правилу нравится не нравится то есть в целом вся игра в китайский покер в ней очень сильно решает наигрыш то есть чем больше в него играешь тем ты больше его понимаешь и в особенности стартер то есть ты грубо говоря кладешь стартер да и смотришь на него если ты видишь что он тебе не нравится то есть ну какой то вот он не знаю как это назвать некрасивый как-то он глаз режет или какой-то непонятный то лучше наверное его переставить и как правило это это очень часто срабатывает в нужную сторону то есть вот тебе пришел стартер ты его положил смотришь блин может быть здесь лучше стрит как то вот мне вот не нравится что здесь флеш лежит да и вот если этим задуматься то получается что ты делаешь решение в правильную сторону и это очень сильно зависит от того сколько вообще ты стартеров до этого и видела очень хорошо не только играть самому много и ожесточенно еще смотреть как играют другие и если например на 2 3 4 5 улице это просто как развлекуха потому что ты не видишь дед карт то в стартерах это очень хорошо работает то есть если например есть там свободная минутка или там смотришь какой-нибудь сериальчик можно рядышком открыть room до пойти на высокие лимита и просто сидеть и спектрить как играют черрики на высоких лимитах по поводу того что куда играть китайский покер это не тезисная игра то есть здесь нельзя сказать что например там туз всегда идет там вверх например да мы всегда играем на флэш например при при одинаковых аутах нет это очень ситуативная игра и здесь нужно понимать что это покер то есть это не пасьянс это покер покере мы играем против оппонентов поэтому в зависимости от того находишься ты в позиции или ты без позиции сколько карт и видишь да есть ли до тебя оппонент нет оппонент играешь ты против фанты или не играешь фанты здесь каждая рука в зависимости от ситуации может быть сыграно по-разному вот но в целом в целом я бы например не стал играть на флэш если я нахожусь в позе и вижу что у оппонента например уже есть два блокера на мой флэш я бы задумался и возможно бы не стал то есть три бы наверное точно не стал по поводу фантазии мы с тобой в основном будем разбирать это обычный пайна пол который называется регулярный или региула там не знаю как угол тогда прогрессив и может быть крэйзи он же ультимейт в джокере мы пока не полезем потому что джокер это особый вид искусства но это по сути это чистое лудомания это огромная дисперсия ну просто лудка это как вообще эволюционировал китайский покер то есть вот сначала был обычный пайна пол да людям хотелось какого-то экшона то есть они все плюс-минус научились играть плюс-минус узнали правила и фишам слабым игрокам стало скучно просто в нее играть потому что их планомерно раздевают им это не нравится им хочется быстро проигрывать и иногда быстро выигрывать и появились столы с капом то есть появились столы по 50 кушей в некоторых румах даже появились столы по 30 кушей вот какое-то время они пользовались популярностью но в итоге это опять наскучило что же делать дальше а давайте мы сделаем так что на фантазии будет не 14 карт а 15, 16 и даже 17 карт и появился прогрессив да где ты в зависимости от того что ты собираешь в верхнем боксе у тебя на дамах будет 14 карт на фанте на королях 15 на тузах 16 и если ты собираешь трипс на переднем лайне это 17 карт еще какое-то время поиграли 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 прошел там не знаю условно год оказалось мало нужно больше лудомании в эту игру и появился такой вид как ультимейт тогда он назывался crazy это когда если ты собираешь повтор фантазии тебе выдаются столько же карт сколько у тебя было до этого вот он был очень классный очень востребованный но по итогу все равно наскучил и вот появилась игра с Джокером которую все лудоманы очень любят потому что диспата неимоверная у тебя то есть стеки отлетают за одну серию фантазий у всех все радуются все довольны 17, 20, 25 фантазий подряд легко и поэтому мы в него там в игре с Джокером есть свои особенности и мы наверное в них пока не полезем что касается обычного Пайнапла как правило цель Пайнапла это выйти на фантазию конечно да но при этом собрать во всех боксах как можно более сильные комбинации и при том учитывая что у нас нет разницы с каких карт мы выходим на фанту с Дамскрови или с Тузов нам всегда раздадут 14 карт поэтому как бы все фантазии одинаковы и из этого как правило в обычном Пайнапле дама всегда идет наверх а Туз всегда идет в середину потому что это самый простой самый легкий и самый результативный способ закрыть вот эти вот оба бокса и выйти на фантазию да ну и здорово снизу там собрать какой-нибудь флеш там фулу да даже стрит и от этого собственно мы и отталкиваемся то есть если нам на стартере например без позиции приходит Дама-Король Дама-Туз то мы всегда будем ставить Даму наверх короля там в середину Даму наверх Туза в середину если приходит Туз король да то есть мы ставим короля наверх Туза в середину и вот ну скорее всего это всегда будет так если нам приходит Туз король и Дама сразу да все три то мы скорее всего ставим Даму наверх Туз король в середину мы не будем ставить Туз в середину а Даму король наверх потому что нам нужно не только эту фантазию сверху собрать да эти пары но еще нам нужно их закрыть потому что если мы их не закрываем мы просто скупаемся как то так вот по поводу флешов я сказал а плюс еще если надо смотреть на карты еще какие мы в МИД ставим то есть если у нас в МИДу например ну как пример нам приходит Дама 2.5 и там не знаю 10 валет да и 10 валет одномастные мы их ставим вниз на флеш но при подсчете аутов не стоит забывать того что у нас есть пересекающиеся ауты то есть у нас пары или стриты в середину будут пересекаться с флешом который мы собираем снизу вот и потом уже в МИД гейме когда мы будем свои комбинации пытаться собирать нужно всегда про это помнить потому что если у нас остается например там не знаю там не знаю например нам приходит середина да из двойки пятерки и эти двойки пятерки нам нужны на флеш да то нужно будет ставить двойку пятерку потому что поставив двойку пятерку у тебя на этом ауты закончатся середину и ты середину закроешь а на флеш еще останутся потому что если ты положишь ауты на флеш да у тебя в середине останется меньше аутов вот так вот не закрытый не знаю сейчас у меня получилось как-то очень сумбурно объяснить если ситуация будет я на это обращу внимание я надеюсь и наверное станет немного понятнее в целом пока наверное все давай поиграем да давай да можешь искать стол ищи прогрессив или ну лучше типа обычный регулар вот если я тебе не буду подсказывать как ходить да потому что это противоречит правилам рума само собой но если какую-то ошибку сделаешь я тебе уже постфактум скажу попытаюсь в двух словах в двух словах объяснить да хорошо тогда попробую сейчас поиграть да и потом уже да если какой-то вопрос возникает сразу спрашиваю по-каку подпишу подпишу так 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 здесь вообще все хорошо было сыграно особенно на 4 улице правильно сделала что поставила флэш а я выдумала как мы все сделать если хочется поставить если ты не обладаешь какими-то экстрасенсорными навыками да то лучше конечно перебздеть и закрыть этот флэш но если вдруг обладаешь ты меня предупреди скорее всего тебе тренировки тогда не понадобится я обычно ставлю на удачу везет не повезет хочется верить лучше вот сейчас не знаю мне кажется лучше поставить да там потому что остаются еще короли плюс у тебя практически пустой бокс если домой еще какую-то пару из живых аутов положить на куши либо даже куда фантазию на тузах например могла доехать и потом какие-то валеты могли прийти тоже очень очень сильно а вот у меня все просто что зонда здесь приходит то что лучше собрать фулхаус или вот как сетях 2 кушал но здесь смотри здесь у тебя абсолютно живой флэш снизу вот и целом живой флэш в середину был то есть если бы у него были пересечения вот здесь смотри здесь у тебя оппонент заиграл туз у тебя был туз заигран да тебе нужно было играть на стрит в середине то есть у тебя флэш до сих пор абсолютно живой был отузы заигранный ты бы поставила 45 уже бы с прошлого раунда закрыла бы себе стрит все это и семерка летом по-моему пришла и сейчас бы уже закрыла флэш я была бы для для обычного тайны по очень сильно комбинация на 8 ушей то есть вот тут и сколько на 4 куша не добрала а вот если такая ситуация лучше два флэса собирать или на нижний флэш а в середине стрит нет здесь нужно было в не ставить стрит длинный который у тебя а 9 и валет просто середину как и живые карты потому что так у тебя ну full house это довольно редкая комбинация на самом деле и без собирать ее с одной из двух карт ну типа не имеет смысла особенно когда ты в средний бокс сразу три карты забиваешь то есть ты там себе поле для маневра никакого не оставляешь у тебя уже все ну типа скорее всего там максимум максимум это будут просто там две пары какие-то потому что снизу ты скорее всего этот фулду из двух карты тоже типа нет собираешь очень важно стараться как назвать я называю динамические руки то есть когда ты можешь в любой момент попытаться переобуться да то есть поставила там просто хорошие коннекторы и ты можешь и в стрит пойти и и флэш пойти и у тебя серединка еще свободная там какие-то возможно у тебя вариант какой-то просто же ваут добавить да кажется сейчас я неправильно сделала до вначале нет нет тут все нормально было тут вот сейчас когда ты поставил сразу две пары вниз мне кажется надо было еще подождать и поставить восьмерку живую в середину а снизу а снизу подождать трипс потому что ты играешь против оппонентов а у них уже на тот момент лайны были сильнее чем твой единственное что ты могла усилиться это какой-то трипс собрать визуалентов ну вот он собственно ну да и дамы еще да здесь все простенько а почему не валят а потому что их нету больше вот у них мальты все я просто подумал что вот что он какой-то маленькую пару собрать наверх тем вообще ничего не собрать ну не знаю я потом посмотрю но мне кажется там валет был лучше постфактум получилось типа неплохо да сложный выбор но здесь дома наверх туз 3 в середину валет 9 вниз я почему-то всегда пытаюсь внизу именно флэш собрать неправильно да теперь уж собирает но так типа у тебя было два хороших коннектора у нас три ты плюс у тебя туз в середину идет это значит ты и приходит любой туз и ты сразу вверх закрываешь просто там можешь спокойно типа у тебя в середине стрит дро ты его начинаешь собирать у тебя остается одна дырка и ты в эту одну дырку ты можешь либо закрыть стрит либо просто туза положить и это тоже хорошо это же твоих потенциальных дам сверху закроет и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С вероятностью переходов DimaTorzok 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 но справа через кухнице скорее всего слева спирам пятерки двойки ну может ему приехать пятерка да повезло скачали легко а те когда вдвоем проще как на троих очень сложно да то есть на три халты считать попроще но при этом 3 макс он сложнее просто потому что играешь против двух оппонентов это нормально то есть для для самого начала пути в китайском покере самое самое идеальное это играть обычный пайнэпл хэдзап там дождаться на медали ну хоть вкладали мне а клуб что два часа да да тебе против фанты надо играть поагрессивнее плюс когда у тебя приходит такое все живое тебе то есть тебе по сути сейчас надо дождаться по одному ауту это даму короля и туза а чтобы внизу получается из был да да и ты типа все закрываешь легко знаю рисковать не рисковать считаете там нет нет зачем тебя тип все собраны тебя просто дождаться свою фантазию все может поискать другой штук а агрессив или потом может ну если прям очень хочется можешь но но я не очень у меня чтобы очень много я я бы пошел в обычную а и а и 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 да и надо было даму наверх ставить поля в середину понимаю что очень хочется типа поставить двух королей но скорее всего этот скуп будет притом он мне ну может быть радность может быть плюс потом тебе надо было по-другому ставить тебя тебе нужно было у тебя аутов на низ было больше тебе нужно было мид закрыть пятерку ждать до шестерку вниз закинуть а не наоборот для бы там и семерочка могла какая-то нарисоваться здесь против фанты можно было туза вверх закинуть потому что у тебя в середине ну типа довольно много живых аутов плюс еще есть свободная дырка когда ты можешь еще один какой-то живаут засунуть и дождаться туза то есть это как бы по сути и не гипер агрессивно потому что ты же ставишь не сразу 2 ты мид закрываешь и хотя бы там одну пару ты какую-то наковыряешь в случае а это только на фантазии то нужно или но это такое против фантазии в основном делать потому что тебе нужно нивелировать ожидания фант ожидания фанты там 9 кушей поэтому если ты тузов топе собираешь и и на фанту выйдешь и и фантазию скорее всего победишь да я бы тут также сыграл не повезло не повезло что поделать но сыгранная абсолютно правильно я думаю просто по верху у нас будет одинаково ну да то есть но я говорю сыграно все правильно то есть ты вверх свой защитила у тебя флэш снизу был и во первых на флэш и миду тебя было очень много аутов там 7 по моему было и при этом шанс скупнуться был очень маленький потому что ты могла просто какой-то парой рандомной закрыться либо вообще карманную пару поставить а а а а Продолжение следует... 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 Простенький стартер... Тут сложно ошибиться... Продолжение следует... 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 как сейчас можно только тренироваться да и смотреть это что первая фантазия или нет не первая или была уже по-моему первая фантазия вот это насыпали за все фанты подожди пока положит последние ты тогда узнаешь что тебе класть она тут уже все равно что пасть ты проигрываешь в любом случае два лайна у меня же у нас 3 флэш нет ну ты два проиграешь пока левый не положил было непонятно что ставить я был выбор поставить две пары в середину и вы поставить пятерки наверх и и пролезь один если у него сверху ничего нет и середине какая-то там слабая пара то чтобы все лайны выиграть я накрыли середину пятерки наверх если у него в миду например две пары это тоже в миде 2 пары бахаешь короче тебе надо выиграть как можно больше лайнов я тебя короче сейчас научу крестики поднажимай крестики нажимай смотри нажимаешь кнопку trips считаешь раз трипс нажимаю еще раз два трипса у тебя есть положи их просто на лайны чтобы у тебя остались карты видишь у тебя флэш остался слышом ты можешь закрыть повтор а ничего себе я вообще даже такого не поняла что у меня это то есть чтобы в приложухах довольно быстро с фантазией разобраться тебе вот видишь у тебя есть трипсы да трипсы это возможные повторы фулы и прочее ты нажимаешь кнопку trips на него пожамкала всего один его сразу убираешь на line куда-нибудь на любой line ты можешь его положить и смотришь что у тебя остается вот у тебя остался стрит и две пары есть до прикидываешь типа фул 6 кушей то есть по сути ты можешь в этой ситуации у тебя у оппонента слабый низ слабый слабая середина ты можешь положить и фул да грубо говоря но тогда ты ты проиграешь средний и верхний line ты проиграешь два лайна то есть ты ты куш потеряешь тебе здесь лучше класть стрит 30 до без десятки без стрит с пятеркой на пятерку просто перетащи я сейчас не успеем пятерку перетащи просто обычно на фантазии так есть я могу очень долго думать и я не понимаю что лучше как это быстро считать но короче распределиваю что ты так положил в итоге все равно давай на проиграл тебе нужно было положить стрит и положить трипс в середину и тогда бы она выиграла два лайна и все хорошо бы было она все у меня на фантазиях частая такая ситуация что я не успеваю просто это надо либо хороший бэкграунд иметь в в обычном покере ну чтоб тебе эти карты уже вот настолько примелькали что ты типа все комбинации сразу видишь вот тебе раздали комбинации видишь либо просто ну типа сидеть наигрывать со временем придет буду также ты можешь просто трипс выделить его убрать сразу и посмотреть что у тебя останется в сухом остатке да или же у меня тут вроде стрит и короли да все-таки не приедет не доедет но там в целом мне кажется тогда чтобы вообще просто чтобы избежать левому пу ты точно все проиграла но все может скорее сегодня доедет 9 ну да 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 не там несадки в середине можете что не так плохо про опыт и вверх выиграл тоже хорошо не сильно по лицу короче критер если так играть лучше наоборот конечно было но у тебя четверки это слишком слабая пара то есть тебе сейчас надо искать вниз пару который будет старше семерок вот а там у конечно надо было наверх ставить то есть тебе надо было играть дома 7 дома наверх 7 середину тут и себя в такую ситуацию заговора что тебе искать десятка десятка живая есть шансики хорошие причем очень скорее всего закроется да тебя 75 были хорошие коннекторы и флеш коннекторы и такие иллюзорные какие-то на стритец плюс они живые плюс они старше четверок поэтому надо было пару четверок просто середину бахну 75 поставить вниз ну то есть надо стараться избегать такого когда есть такой выбор ставить слабые пары вниз есть только с какими-то сильными картами например там не знаю если ты поставила 77 и двойки вниз до пятерку середину это это было бы наверно получше чуточку но хочется всегда побольше собрать зря зря да нужно было середина конечно конечно здесь тоже было просто даму 8 середину бахнуть как живо ауты чтобы своего туза пытаться какими-то парами закрыть ну или вот у тебя бы какой-никакой стридро было есть до езды нормально нормально где там точно нету экстрасенсорных способностей нет новичкам везет да потому что но типа раздача была ультра слабо сыграно прямо прямо от начала до конца ужасно я старалась то есть там ну типа да на каждой улице слабый плей в итоге даест у зов мне кажется челик просто охренел и больше не будет с тобой играть так а здесь мне кажется надо внутри и две пары да просто это даже нет ничего но тебе надо не так играть еще у тебя дамы дают 7 кушей зачем ставить королей и дам в один лайн я не умею быстро считать как это же чудо что тебе для такие сильные пары типа не нужны в мире которые тебе ничего не дают а я бы выиграла именно по пару ну да я бы проиграла и 7 кушей не добрала может короля дождемся зря верхний лайн забиваешь у тебя может карманная и не знаю восьмерок карманная пара десяток карманная пара валетов это все много кушей а ты ставишь семерку это два куша это очень слабо то есть то надо было просто свой мид то есть ты ты свой мид уже никак не усиливаешь до себя там две пары из этих двух двух пар что-то лучше сделать уже не можешь и поэтому тебя там есть одна дырка который тут который ты можешь любой мусор скидывать например вот уже 7 надо было скинуть а вверх ну типа попытаться ждать что-то лучше тут все правильно теперь просто ждем вниз нас устроит туз нас устроит пятерка но нет это просто мальчик сыграна хорошо было и а и и и и и и и Вот, да, например, осталось по одной карте шестерок и троек, да, как вообще вы прочитали? Ну, я, если сразу, ну, то есть вот в этой ситуации тут действительно все равно, и поэтому проще поставить просто карту, которая постарше, и все, ну, чтобы себя какими-то размышлениями не терзать, что лучше поставить, просто ставишь постарше, и все. Но есть ситуации, я надо ставить всегда постарше, когда от этого зависит, выигрываешь ты лайн у оппонента или не выигрываешь. М-м-м, это то есть. Я бы играл с точностью наоборот. Да? Ага, я бы королей 8 из поставил. А, на фулл хаус все-таки, да? Я вообще про него забыла, что он существует. Сейчас, если никто на фанты не выйдет, поставь, ну, типа, встань из-за стола. Ага. Ага. Попробую все-таки. Попробую все-таки. Сейчас я выхожу из-за стола. Да, я понял, да, увидел. У тебя то ли что-то с интернетом, то ли чего. Ты рыбовосишь, плюс у тебя картинка. Начинает на пиксели рассыпаться. В обычном Пайнэпле, если у тебя есть повтор, это карета, эсэфчики, то, как правило, ситуации, где бы это было хуже, практически нет. То есть, в обычном Пайнэпле всегда, наверное, ну, за редким-редким исключением, карета вниз идет и просто тебе ее не на что дробить. Ага. 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 Так, а ты не докупалась, да? То есть, ты X3 сделала, получается, да? Ну, где-то так, да. Так, вопросы? Вопросы есть? Да, вопросы я подготовлю к следующему видео. У меня их много, поэтому... Какие-то, наверное, можешь сейчас задать, если прям есть насущные. Либо можешь не задавать. Как удобнее. Ну, вот на счет аутов, ты говорил, что мне скинешь, да? Да, да. Найду табличку, где-то она валялась. Скорее всего, я просто в блоге поищу ссылочку, она живая была. Недавно ее обновляли. И вот я тебе скину, чтобы примерно понимать. Потому что, ну, то есть, ловить раннер-раннер, это, как правило, всегда всегда хуже, чем просто в 3-максе ловить один аут. То есть, такие ситуации в хедзапе довольно часто встречаются. Но в 3-максе, как правило, как правило, нет. То есть, очень-очень редко, когда у тебя только остальные там все уже заиграны, и у тебя просто вариантов нет. А тут, конкретно в той ситуации, где такое произошло, ты там сама себя в такую ситуацию загнала. Обычно они... Обычно, когда ты ловишь аннераннер, это ты пришел к этому, как бы, просто из-за того, что тебе плохо раздают. А ты пришла к этому, потому что, ну, теперь решила просто его сама наловить. Ну, там в табличках все довольно наглядно будет. Скину. Ну, ладно, спасибо большое. Ну, тогда, если больше вопросов нет, собственно, в целом понятно, где проблемы с основными. Вот. Так что, спасибо за игру. Привет, спасибо большое. И до следующей тренировки. Пока-пока. Давай, пока-пока. Пока-пока.